70 лет назад, 6 и 9 августа 1945 года, два американских бомбардировщика сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Последующая капитуляция Японии стала концом Второй мировой войны. Но для всего человечества эти бомбардировки ознаменовали начало ядерной эры. Самолет, с которого была сброшена бомба на Хиросиму, прозванный его пилотом Энола Гей, сегодня выставлен для обозрения в Национальном музее авиации и космонавтики США Смитсоновского института. На организованной в Вашингтоне выставке в памяти погибших в Хиросиме и Нагасаки собраны пережившие ядерный грипп предметы, привезенные из Японии, а также фотографии разрушений, говорит куратор выставки, профессор истории Питер Кузник. Сброшенные на Японию атомные бомбы не только понапрасну убили сотни тысяч ни в чем не повинных людей. Они доказали возможность полного уничтожения вообще всего живого на планете. Для меня самым шокирующим фактом является то, что Гарри Трумэн знал, каким будет вероятный исход. От двух бомб и от последствий взрывов погибли около четверти миллиона человек. Тем не менее, ядерное оружие стало частью военного арсенала сверхдержав. Использование этих атомных бомб, говорит историк Мартин Шервин, в борьбе с противником, который был, по замечанию Аппенгеймера, по сути уже побежден. Узаконило существование ядерного оружия и заставило Сталина приложить все усилия для его разработки в кратчайшие сроки, положив таким образом начало гонки вооружений. А в годы администрации Эйзенхауэра гонка была просто ужасающей. Аргументы сторонников бомбы в основном сводятся к тому, что атаки на Хиросиму и Нагасаки позволили быстро завершить войну с Японией и сберечь много жизней. Наш корреспондент Штефан Гробе побывал в Национальном музее авиации. Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки навсегда изменила наше видение исторической перспективы. С тех пор мир познал немало вооруженных конфликтов. И хотя ни один из них не повторил того ужаса, который принес самолет за моей спиной, страх, связанный с бомбой, живет по сей день.